Салют пипу, с вами Хьюман и как всегда глоток полезный и вкусный информации для вас. Да, это оно. Ну что друзья, сегодня мы с вами наконец-то взглянем на внутренности RTX 3090i, новенькой и топовой, но и не обойдем стороной 4090, потому что там есть что с чем сравнить. Ну а под конец мы с вами поговорим о том, как Intel уже сейчас обделывается со своими видеокартами, что мне очень не нравится и, естественно, пару слов о Старлину, как он начал работать в Украине. Погнали! Ну что друзья, в свежевыжатом отчете от MyDrivers, это наши восточные коллеги в сфере IT, уже продемонстрировали RTX 4090, которая стоит ну немного не мало 1900 долларов. И я напоминаю, что это на 400 баксов больше, чем в той же RTX 3090. Да, естественно, если мы смотрим все в контексте розничных рекомендованных цен. Но при этом сама мощность в виде производительности должна быть в 2 раза выше. А в контексте трассировки лучше, так и то в 3. Если мы с вами допускаем, что корреляция по цене будет именно такая, то есть розничная цена в 1900 баксов и 1500 в сравнении с RTX 3090, то тут логический вопрос, почему наценка условно небольшая, а профит в 2, а то и в 3 раза больше, смотря в таких ситуациях. Ну, на самом деле все очень просто. Во-первых, общая логистическая поставка уже налажена. Налажена, в частности, и транспортировка графических процессоров. Ну и, собственно, ценники снижаются. И снижаются, кстати, и по этим же причинам. Не верится, да? Понимаю. Но как раз-таки из-за этой причины я вам и рекомендую посмотреть предыдущий видос, который мы недавно выпустили. Там обнясняется, разжевывается все от аду. И почему возникли такие причины по унижению цен. И почему дефицита никогда не было. Более того, если мы еще с вами учтем более высокий ценник за пластины от TSMC, где будет работа на 5 нанометров. Плюс, вспомним, что у нас с вами GTDR6X. Это тоже не дешевое производство. То, в принципе, на оценка, даже если мы говорим за RRC, для хай-энд, для топовой видеокарточки, ну не такая уж и большая. Ну, блин, ну вспомните, что RTX 3090 на старте будет полторы тысячи долларов. Ну. Вопрос здесь, конечно, может встать еще и в энергопотреблении, которое не маленькое. Но в то же время здесь, опять же, будет использоваться более, скажем так, лучшее качество, говоря простым языком, лучшее, наиболее количество VRM. Ну и, естественно, остальные компоненты. Я думаю, вы смысл поняли. Одно за события, а не другое. И тем не менее, ценник даже при этих условиях, ну, на старте неплох. Напоминает для хай-энд карты нового поколения. Ваше же личное внимание я не буду заострять на спецификациях. Ну, мы и так уже ранее их, в принципе, обсуждали. Да и плюс, будем и тоже. Я, скорее всего, думаю, когда будет либо официальное заявление от NVIDIA непосредственно за RTX 4090 и другие видеокарты Ады Лавлес, ну или уже когда она выйдет. Но, есть очень важный момент, чтобы просто ориентировались и понимали разницу. Вот смотрите, в той же RTX 3090 у нас с вами 10496 шейдеров. В то время как в 4090 будет 18432 ядер FP32. Разница немаленькая. Так что нам с вами остается ждать вторую половину этого 2022 года. И тогда мы уже, наконец, увидим эти видеокарты. Насколько я знаю, анонс в сентябре, релиз уже в октябре и так далее. Друзья, вы должны понимать, что в A11 сюжет все новости не втиснуть. Но это будет очень и очень емко и долго. И тогда видео на ежедневной основе не получится. А я пытаюсь брать самые, ну, скажем так, интересные и важные за день, за сутки двое. Вот. И для того, чтобы оккупировать всю эту проблему, я создал телеграм-канал, где новостей еще больше. Они не только в одном видосе выходят, грубо говоря, а еще и в текстовом виде. Поэтому я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Ну и чтобы не потеряться на случай чего и чтобы дополнительную информацию получать. Жду. Всех милости прошу. Ну и все же я не могу обойти стороной RTX 3090 Ti, когда наши же коллеги с IT-пространства залезли под ее юбку и посмотрели, что же там внутри. А там оказалось 28 фаз и два 12-контактных разъема питания. Итак, перед вашим взором открывается истинный облик видеокарты Galaxy GeForce RTX 3090 Ti Hall of Fame. И, к слову, это серия видеокарт высшего уровня. И в итоге мы видим, что карта оснащена объединенными графическими процессорами и специальными печатными платами. Да, эти видеокарточки предназначены для экстремального разгона. В итоге видеокарточка оснащена двумя 12-контактными разъемами питания ATX 3.0. И да, каждый из них способен выдать до 600 Вт. И, насколько мне известно, данная видеокарточка поставляется с максимальным пределом мощности в 516 Вт. Но, поскольку особенно эта карточка High Top имеет смысл разгона и потенциал для него, то явно можно будет приступить через этот порог и лимит ограничения мощности. В итоге у нас с вами на борту веры 24 плюс 4. И все это добро, естественно, будет поставляться с водоблоком, но не с воздухом. Но это и неудивительно, учитывая, сколько видеокарта жрет мощности. Плюс сюда перепишем с вами 24 гигабайта GDDR6X, полевые моп-транзисторы. В общем, я думаю, причина отказа охлада от воздуха вам понятна. Ну и опираясь на уже названную РРЦ, которую мы обсуждали ранее, плюс High End и High Top этой видеокарточки, то я думаю, что по 3 тысячи долларов она явно будет стоить. И я полагаю, что оверклокеры, что эндезиасты и железные извращенцы уже положились в свой взгляд на эту красотку. Ну и явно не за горами новые оверклокерские рекорды. Ну, минула уже неделя, если не более, с того момента, как Intel запустила свои видеокарточки, да, в ноутбуках, но тем не менее. И логический вопрос, и что? И где они? Хотя это по факту два вопроса. Мы с вами уже обсуждали старт видеокарточек Intel в виде А350 и А370M. Чтобы не повторяться, можете посмотреть эти видосы. Ну, на этом, собственно, и все. То есть проблема, нигде в продаже ноутбука с этими видеокартами тупо нет. Более того, вы должны понимать, что ряд европейских и американских проектов провели опрос на своих подписчиков на свою аудиторию, коих там тысячи и десятки тысяч. Ну вот купили они ноутбук с видеокартой Intel или все же нет? Ни одного человека не нашлось, которые бы сказали, да, вот я купил, или да, вот я видел. Ни одного. То есть получается, что подобный запуск ноутов с видеокарточками Intel Arc мобильной версии, это всего лишь ширма, это всего лишь представлений и цирк. Ноутов нет. А согласно учетной записи Intel, их службы поддержки, там появилась новая информация, они, конечно, ее пока что не комментировали, официально, грубо говоря, не озвучивали, но тем не менее, звучит информация так, что видеокарты мобильной версии, то есть в итоге и ноутбуки, появятся в продаже во втором квартале этого года. Под конец второго квартала. А я напоминаю, что они должны были выйти в первом квартале. А дискретки обычно для ПК во втором. И получается, что на конец июня мы ждем и те, и другие видеокарты. Технически общий перенос Intel со всеми своими видеокартами составляет уже полгода, если не более того. Ну, я начинаю немножко переживать и разочаровываться. И крайняя новость на сегодня. Для начала, для понимания. Агентство США по международному развитию, это независимое агентство федерального правительства США. И оно отвечает за новейшую помощь штатов другим странам. И вот оно подтвердило, что с начала войны Украина получила 5000 терминалов для спутникового интернета Starling. А я напомню, что еще в начале марта премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Украина рассчитывает получить до 5000 терминалов Starling. Их где, кстати, три четверти, то есть 3667 единиц, общей стоимостью, кстати, в 10 миллионов долларов, это безвозмездная помощь от американской компании SpaceX и Илона Макска, которая также бесплатно предоставляет саму услугу спутникового интернета. Чтобы понимали, стандартная абонементская плата за услугу 99 долларов в месяц. А покупка и передача еще 1333 терминалов Starling профинансировало правительство США. Сейчас же терминалы Starling обеспечат высокоскоростный интернет в городах по всей Украине и скорость на примерно 150 Мбит в секунду. В том числе и в регионах, которые подверглись катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов. И кроме ВСУ и медицинских учреждений, преимущественно спутникового интернета Starling пользуются органы местного самоуправления, а также уже и Укрзалезницы, Ланет и Приватбанк. И вот уже в конце марта регуляторные органы нормировали использование интернета Starling мобильными операторами. В итоге украинский оператор Vodafone использует Starling для восстановления связи в Романовке и Ирпине. Это, кстати, первый случай в Украине, да, собственно, и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора развертывается через спутниковую связь. А на днях таким же образом была подключена базовая станция в селе Пляхтянка Киевской области. И вот накануне Минцифра рассказала о планах после победы построить в Украине собственную наземную станцию Starling. И это хорошо, потому что позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев. Ну, потому что сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. Ну, а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами как всегда был Химон и как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok